я всех приветствую кто сейчас смотрит это видео сегодня мы с вами порисуем портрет акварельными карандашами сухим способом есть несколько способов которыми можно рисовать акварельными карандашами это один из них которые мы сегодня посмотрим это сухим способом 2 это размытие водой то есть когда мы рисуем потом размываем кисточкой и третий способ это по мокрой бумаге то есть мы заранее мочим бумагу по ней рисуем ее получается такой тоже эффект расплывания карандаша сейчас я уже работаю по подготовленные уже контуру из изображения головы прохожу коричневым карандашом по тенивым местам почему решил акварельными карандашами но во первых акварельные карандаши мне очень нравится они всегда яркие такие вот карандаши сами по себе более сочнее цвет нежели цветные карандаши на цветные карандаши нужно еще и подобрать иногда купишь они но не такой яркости сочности вот да и в принципе по стоимости акварельные карандаши конечно они не дешевле чем цветных но по крайней мере лучшие цветные карандаши они конечно гораздо дороже стоят парень они более-менее оптимальные потому что яркие и ими рисовать конечно интересно но я конечно рекомендую попробовать все ты способа рисования акварельными карандашами и сухим и размытием водой и по мокрой бумаге художник должен разный опыт получить в рисовании попробовать разными материалами не обязательно увлекаться только одним материалом каким-то да нужно с разными материалами экспериментировать пробовать это во первых интересно всегда это дает вам не лишний опыт в умении изобразительное искусство может быть что-то из этого у вас пойдет гораздо может быть лучше и вам покажется что работать с краской для вас уже не так интересно как работа цветными карандашами или гелевой ручкой или линером так после того как мы прошли вот таким вот как красно коричневым таким от карандаш к мы проходим черным более углубляем тени парам синим во первых без синего никак не обойтись во первых тени они местах имеет более такой синий оттенок и во первых у нас посмотрите бумага бумага у нас не простая бумага не просто белую бумагу я использую для рисования акварельной карандаши а именно тонированная бумага такая уже которая имеющий цвет нашем случае мага имеет желтый цвет поэтому здесь обязательно мы где-то проходим синий потому что взаимодополняющие цвета они играют нам только на руку и более оживляют нашу работу ну вот сейчас опять синеньким до этого проходил как видели красным ну во первых цвет кожи нужно его оживить более чтобы не смотрелся таким мертвым оттенком да вообще работать с карандашами имеет свои особенности здесь и нужно такой аккуратный подход более внимательный подход более какие-то точные элементы где-то мы можем прорисовать более точнее вот четко и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... При этом более оживается лицо... Более реалистично получается... Все идет работа, конечно, на тонких вот этих детальках... Где мы прорабатываем, добавляем... Также идет процесс наложения одного цвета на другой... То есть здесь у нас не происходит так, что мы взяли один цвет... И мы его просто с одним цветом работаем... И там лицо, если у нас красненькое, значит красный только и все... Больше никакой мы цвет не используем... Если у нас бровки черненькие, значит только черненький цвет... Нет, здесь мы смотрим какие-то оттенки цветовые... Все-таки более живописно было, более колоритно делаем... В процессе мы, конечно, дорабатываем... Где-то уточняем, потому что без уточнения... Не получится саморабота... Сами тонкие моменты, они всегда бывают малозаметными... Приходится, поэтому несколько раз их уточнять... Где-то подчеркивать, где-то ластиком немножечко убирать... И сдвигать, чтобы более точно попало движение той линии... Которая должна быть в портретном сходстве... Обязательно, конечно, работаем так, чтобы штрихи... Штрихи ложились по объему головы... Соблюдаем правильное положение штрихов... Даже если ваших штрихов не видно... Все равно движение канадаша должно быть... Именно подчинено той форме, которую мы рисуем обязательно... Сейчас для вас будет небольшая информация... Никуда не уходим, мы опять потом вернемся... У меня отличная новость для моих подписчиков... И тех, кто сейчас смотрит видео... На странице ВКонтакте в разделе сообщества... Появилась страница онлайн арт-студии Павла Злобина... Здесь краткое знакомство со всеми видео... С канала на Ютубе... Раскадровка самых интересных моментов из видео... Тут же есть прекрасная возможность... Оставить свои комментарии и советы по ИЗОМ... Жду вас на странице ВКонтакте... И обязательно подписывайтесь! Итак, мы продолжаем работать над деталями... Уточняем те места, которые у нас недоработаны... Как видите, проходим синим карандашиком... Углубляем тени... Подчеркиваем более освещенные части... Тем самым мы подчеркиваем и какие-то анатомические моменты... Скулы... Лобную часть... Надбровные мышцы... Мышцы... Вокруг губ... Носоглубные складки... То есть, все эти моменты... Они должны у нас быть богатны... Конечно же... Все эти моменты... Которые вот о котором я сказал... Они, конечно же... До этого изучаются... Во-первых, анатомия... В нашем случае череп, конечно... Лицевые мышцы... Художник должен знать это... Если он работает с портретом... Субтитры создавал DimaTorzok... 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 на мой канал, чтобы быть в курсе новых видео по изобразительному искусству.